Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! И в начале коротко о темах выпуска. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» с благодарностью врачам. Для того, чтобы в перерывах между работой они могли посидеть, выпить чай. Плановая дезинфекция прошла в учреждениях Ленинского городского округа. На воселье справили пернатые обитатели Тимоховского пруда. Ушло это две недели на этот домик. И на раскраску этого домика ушло еще три дня. В рамках акции «Спасибо врачам» подмосковное отделение партии «Единая Россия» подготовило более 16 тысяч наборов для чаепития, которые вручают медикам вот уже два месяца, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. Подробнее об акции расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Сегодня врачи находятся на передовой в сражении с коронавирусом. Благодаря их усилиям и самоотверженности, самых страшных сценариев распространения болезни удалось избежать. Чтобы поддержать их в тяжелые дни, депутаты местного отделения партии «Единая Россия» подготовили 750 чайных наборов для медиков Ленинского городского округа. Для того, чтобы в перерывах между работой они могли посидеть, выпить чай. То есть это вот тут такой же очередной шаг, который показывает огромную благодарность, признательность и их труда, которую они выполняют. Депутаты и члены движения «Молодая гвардия Единой России» произнесли слова благодарности медицинскому персоналу. Я как медицинский работник, многие меня знают. Я могу единственное сказать, я уже не в том возрасте, чтобы пойти вам помочь, но была бы я молодой, я, наверное, была бы в первых рядах тоже. В этот день подарочные наборы были вручены тем сотрудникам Видновской районной клинической больницы, кто нашел время в своем напряженном рабочем графике. Остальным наборы раздадут позже. В любой ситуации мы выполняем свою работу и как оказывали медицинскую помощь населению, так мы ее и стараемся оказывать. И с той же любовью, добротой, с тем же терпением. В этом случае ничего не изменилось. Также подарки получили сотрудники Видновской станции скорой помощи. Нагрузка на их плечи заметно возросла. Многие врачи сейчас сами сидят на больничном в связи с инфекцией. А количество обращений тем временем достигает 400 за сутки. Экстренные вызыва никто не отменял. Они постоянно присутствуют в том или ином количестве. Неотложные вызыва также много поступает. Доспеча, конечно, стараются их, различают и либо передается вызов. Неотложная помощь, либо обслуживается скорой помощью. Благодаря старанию медиков удалось спасти не одну жизнь. Но, как известно, любому человеку нужен отдых. Мы решили преподнести им подарочные наборы, которые были собраны на основе их пожеланий. В эти наборы входят сладкие такие подарки. Чай, кофе они могли выпить в свободные минуты, когда они освобождаются, могут передохнуть и отдохнуть от всей своей работы. Чтобы облегчить жизнь врачам и сохранить свое здоровье, важно не забывать о мерах предосторожности. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Волонтеры, представители общественных организаций и депутатского корпуса продолжают помогать тем, кто находится в режиме самоизоляции. В рабочем графике депутата Московской областной думы Владимира Жука неизменно присутствуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В посещении ветеранов в нынешнее время мероприятие особенное. Все гости в защитных масках и перчатках. Здравствуйте, мы к вам в гости на минутку. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Депутаты в этих поездках сопровождают волонтеры из общественной организации Российский спортивный союз молодежи. В гости они приходят не с пустыми руками. Уже несколько десятков ветеранов получили небольшой, но важный в хозяйстве электронный прибор – микроволновую печь. Визит депутата для Виктора Жажина оказался неожиданным. Как себя чувствуете? Да прекрасно. Прекрасно, да? Неожиданно пришли, да? Конечно, я не готов. Ну, вы пристыте звонить? Сиркой занимаюсь. Да? По хозяйству, да? Виктору Васильевичу Жажину 95 лет. В 1943 году он был призван на фронт и прошел всю войну. Имеет множество государственных наград, среди которых Орден Славы. Ветеран соблюдает режим самоизоляции, поэтому гости в его доме сейчас – большая редкость. Все участники этой беседы уверены – когда все наладится, они еще встретятся. Хотя и закончились празднования 75-летия Великой Победы, но наши ветераны еще не все охвачены. Мы просто не успели перед праздниками всех объехать. Поэтому сегодня вот эту миссию продолжаем. И несколько ветеранов мы сегодня поздравили. После того, как закончится период пандемии, мы обязательно встретимся, попьем чай и поговорим о том, что происходит сегодня, что будет потом, как работать дальше. Помимо бытовой техники для ветеранов, Владимир Жук и участники его волонтерской команды доставляют нуждающимся жителям Ленинского и других муниципалитетов продуктовые наборы. 26 мая ежегодно в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. День российского праздника посвящен тем, кто, создавая и развивая собственный бизнес, вносит свой вклад в развитие экономики страны. И в нашей студии представители бизнес-сообщества Ленинского городского округа Владислав Рымша и Максим Арапов. Здравствуйте. 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 Обычно предприниматели нашего муниципалитета широко, с размахом отмечают свой профессиональный праздник. Но коронавирус внес свои коррективы, и поэтому праздника, наверное, такого большого не будет. Но все-таки я вас поздравляю. Спасибо. С вашим профессиональным праздником. Максим, расскажите нам, как изменилась жизнь предпринимательства в связи с пандемией? Вы знаете, коронавирус внес свои коррективы в жизнь предпринимателей. И сейчас мы уже, многие предприниматели закрылись и не открываются. До сих пор мы все очень ждем снятия ограничений. И когда уже бизнес воспринят опять духом, и мы будем восстанавливать вместе нашу экономику. Да, действительно, мы всегда отмечали этот праздник с размахом. И в прошлом году мы, как обычно, в торжественном месте торгово-промышленной палаты и главой района нашего округа, мы поздравляли наших предпринимателей. В связи с тем, что произошло, наши планы изменились, хотя и в этом году мы тоже рассчитывали большее количество собрать предпринимателей, потому что нам есть о чем рассказать, есть кем гордиться. Ну, наверное, уже в следующем году, либо, может быть, чуть позже, но мы обязательно отметим этот праздник. А вот сколько у нас сейчас в вашем сообществе предпринимателей? Есть такая цифра? Порядка 50. Порядка 50. Ну, это вот люди, которые уверенно стояли на ногах, наверное, или которые начинали развиваться. Вы как бы не делите их, всех принимаете в свои ряды, чтобы, наверное, помочь с бизнесом, с развитием бизнеса. Ну, в связи, во-первых, мы, в принципе, помогаем всегда бизнесу, и наша главная цель была информирование бизнеса о мерах поддержки и помощи предпринимателям на местах. Рассказывать им о том, как создается бизнес, возможно, обмениваться опытом. И в данной концепции мы как бы всегда работали. Но сейчас очень актуальна горячая линия, которая у нас на базе торгово-промышленной палаты. В России организовано очень много обращений и звонков, когда можно открыться, какие есть меры поддержки. И мы и в данном случае в общем режиме их оказываем. Вот вы сказали про меры поддержки. И на самом деле много очень по телевизору говорят про меры поддержки. Мы знаем, что есть как государственные, так и муниципальные. Владислав, вот расскажите нам, какие меры поддержки у нас в муниципалитете бизнесу оказываются? Да, действительно, на сегодняшний момент достаточно большое количество меры поддержки. Это как и федеральные, так и региональные, так и муниципальные. На сегодняшний момент депутатами Совета депутатов городского округа были приняты две меры поддержки. На уровне Совета депутатов инициаторами была администрация Ленинского городского округа. Соответственно, депутаты пригласовали единогласно за эти меры поддержки. И на сегодняшний момент это действительно определенная помощь в сегодняшней ситуации для наших предпринимателей. Я знаю, что несмотря на сложное время, вы, в общем-то, и другим помогаете выживать. Участвуете в благотворительных акциях, помогаете, предоставляете помещения для продуктовых наборов. Насколько важно вообще в это время быть необходимым другим? Ну, вы правы, да. Бизнес на сегодняшний момент, он социально ответственный. И в сегодняшней ситуации, я считаю, что и медики, и предприниматели находятся в авангарде борьбы с коронавирусом. Только единственное, что медики борются за жизнь людей, а предприниматели борются за российскую экономику и сотрудников, которые работают у нас на предприятиях. И в это непростое время находят и возможность, и время для того, чтобы помогать обычным людям, которые на сегодняшний момент действительно очень серьезно страдают. Есть люди, которые вообще не выходят на улицу. Есть те, кто попали в сложную экономическую ситуацию, финансовую. Есть те люди, которые лишились работы. Да, их немного, но все равно они есть. Поэтому вот таким людям, естественно, мы рады помочь. Потому что предприниматели, вот именно те предприниматели, которые находятся в торгово-промышленной палате, это люди, которые действительно болеют душой и сердцем за наш замечательный городской округ. Все-таки будущее есть у предпринимательства российского, Максим? Конечно, есть. Я думаю, вы знаете, мы обязательно восстановимся. И те стойкие предприниматели, которые прошли еще старую школу, для них, я думаю, что ничего нового нет. Это, конечно, что-то новое, безусловно, когда полностью останавливаются все производства и торговля. Но, вы знаете, дух предпринимательства и вот эта предпринимательская державка, она, наверное, не даст просто и ровно сидеть на одном месте. И мы обязательно восстановим нашу экономику. И я думаю, что это произойдет очень скоро. И мы сейчас уже даже это видим. Как люди поддерживают предпринимателей, заказывая, например, ту же доставку домой. Или мы пользуемся теми же самыми продуктами, которые мы не ездим уже в магазины. Это новый мир, но, безусловно, мы к нему адаптируемся. А у вас есть сегодня возможность поздравить своих друзей и коллег с профессиональным праздником? Да, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить предпринимателей, жителей Ленинского городского округа. С 2007 года указом президента был учрежден этот праздник. И действительно, он на сегодняшний момент для нас, для предпринимателей является знаковым. Поэтому я хочу всех поздравить, пожелать здоровья, сил и терпения. И я надеюсь, все будет у нас хорошо, если мы будем вместе бороться с этими проблемами. Дорогие друзья, мы обязательно с вами преодолеем этот кризис. И все проблемы и невзгоды отойдут на задний план. Я вас очень прошу держаться. Осталось еще совсем немного. Вам здоровья самое главное. Семейного богополучия. Берегите себя. Спасибо вам большое за то, что были у нас в гостях. А я напомню, что в нашей студии были представители бизнес-сообщества Ленинского городского округа Владислав Рымша и Максим Арапов. К другим темам. В Ленинском городском округе прошла плановая дезинфекция социальных объектов и учреждения, открытия для посещения которых возможно в ближайшее время. Обработку по совместной инициативе Центра МЧС «Лидер» и муниципальной администрации проводили сотрудники лидера. За процессом наблюдала наша съемочная группа. С 25 мая постепенно начали открываться многофункциональные центры региона. Ленинский МФЦ возобновил работу с юридическими лицами, а также проводит регистрацию рождения и смертей и принимает посетителей с экстренными случаями. Всего будет работать одновременно 19 окон. Руководство принимает все необходимые меры безопасности. Все сотрудники проходят у нас обязательно измерение температуры в ходе на работу. Им выдается средства индивидуальной защиты – это перчатки, респираторы и дезинфицирующие средства. Им выделено специальное место для приема пищи. Соблюдается социальная дистанция. Операторы рассажены через рабочее место, а для посетителей на полу нанесена разметка. При входе размещается специальный коврик с дезинфицирующими средствами. Мы просим заявителей пройти обязательно по этому коврику для того, чтобы продезинфицировать обувь. Руки заявителей дезинфицируются специальным дезинфицирующим раствором. Плановая дезинфекция, которую провели сотрудники центра МЧС «Лидер», помогла подготовить помещение МФЦ к работе с посетителями. Семь человек, облаченных в специальные защитные костюмы, сначала провели механическую дезинфекцию кабинетов, а затем более масштабную дезинфекцию, применяя хлорсодержащие средства. Средства для обработки помещения приобрела администрация муниципалитета. В один день сотрудники центра «Лидер» побывали в разных точках городского округа. Мы совместно с сотрудниками центра особых операций МЧС «Россия Лидер», с администрацией городского округа провели такую совместную работу. Мы закупили дезинфицирующие средства, а МЧС обеспечила сотрудниками и техникой. В результате еще было дезинфицировано 84 штуки техники. Это как бы спецмашины, те же самые полиции машины. Так что в данном случае я хотел бы выразить огромную признательность сотрудникам МЧС «Россия». Сотрудники «Лидера» побывали в ГИБДД, УВД, Островском ПНИ, Видновской районной клинической больнице, которая около месяца назад была переквалифицирована под прием больных с коронавирусной инфекцией. Всего за день было обработано 14 объектов. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. На Тимоховском пруду всегда обитало много уток. До благоустройства территории вокруг кинотеатра «Искра» в центре водоема красовался домик для птиц. Мастера Дорсервиса сделали для уток новое и уютное жилище. Александра Столярова стала свидетельницей новоселья пернатых. По окончании благоустройства вокруг Тимоховского пруда сотрудники МБУ Дорсервис установили новое красочное жилище для городских уток. Домик, украшенный рисунками утяток и мышей, сделан из фанеры, обработанной влагостойкой пропиткой. Снаружи он покрыт тремя слоями лака, а его основание монтажной пеной, также обработанной мастерами Дорсервиса. Лак не вреден, так как мы внутри оставили стены все из древесины, не покрывали вообще ничем. То есть внутри все стенки, все чистые дерева. Своими руками мы делали, как бы я и еще помощник один помогал. Ушло это две недели на этот домик. И на раскраску этого домика ушло еще три дня. Размеры нового жилья для уток – метр тридцать на метр двадцать. Вокруг домика небольшая площадка, где птицы могут отдохнуть. Для комфортного пребывания его застелили соломой, поскольку жить уткам необходимо в сухом и теплом месте. Обслуживанием утиного жилья также займутся сотрудники МБУ Дорсервис. МБУ Дорсервис будет обслуживать этот домик, как следить за его внешним видом, так и за внутренним. Следить за тем, чтобы он не размокал, не развалился и тому подобное. Домик для уток уберут с наступлением холодов, чтобы его не раздавило льдом. А пока он ждет своих первых жильцов. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Здесь можно было погладить и покормить кузлика Валеру, енота Мартина, лисью, семейную пару Шелдона и Эми и многих других животных. Сейчас видновский зоопарк. Деревня в городе закрыт для посещения. Но животным по-прежнему требуется уход, внимание и еда. Как выживает зоопарк в это непростое время, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Зоопарк деревня в городе в Центральном парке Видного открыл свои двери для посетителей два года назад, в июне 2018-го. С тех пор видновчане с семьями ходят сюда, чтобы покормить и погладить его обитателей. Енота Мартина, козлика Валеру, лисичек Шелдона и Эми, олененка Косю, пони по кличке Клич и многих других. Почти у каждого из них нелегкая судьба. Многие были выкуплены из пушных ферм, закрывшихся контактных зоопарков и у недобросовестных хозяев. Серебристо-черный лис, его зовут Шелдон, это первый житель нашего зоопарка. Я его лично воспитывал с двух недель. И его содержать было бы не так дорого, если бы не его детские болезни. Сейчас, слава богу, они все ушли. Он полностью здоровый мальчик. Зоопарк пережил непростое для него время – зиму, когда работал в убыток. А два месяца назад и вовсе вынужден был закрыться из-за пандемии коронавируса. Сейчас мы находимся в такой достаточно тяжелой ситуации, потому что парк закрыт. Мы не имеем абсолютно никакой выручки. Единственная сейчас помощь, которая поступает, она от неравнодушных людей, которые нам перечисляют средства через наш сайт. В зоопарке живут 46 домашних и диких животных. На их содержание ежемесячно требуется минимум 150 тысяч рублей. Плюс зарплата работников зоопарка – оплата услуг ветеринара. Пожертвований, естественно, не хватает, но руководство зоопарка не опускает руки. Мы устраивали несколько раз в инстаграме посещение. В стиле онлайн люди могли зайти на наш сайт, купить корм для животного, и мы бы в прямом эфире их покормили от лица этих людей. Сейчас зоопарк просит помощи в социальных сетях и ищет животным-опекунов, которые могли бы частично оплачивать расходы на кормление. В Витновском зоопарке над животными можно оформить опекунство. Своих опекунов ждут, например, куни, сова, кролики, козлики и вот такой енот по кличке Марсин. Животным также очень не хватает общения. При нашем появлении все его обитатели заметно оживились. С ними здесь находимся практически постоянно. Кормление у нас проходит утрем обязательное, вечернее обязательное. В течение дня это вот такие вот для них лакомства, угощения, так как они очень скучают и нам приходится больше уделять внимания. Сейчас сотрудники зоопарка планируют обустроить клетку для нового жильца – годовалой норки Шеми. Зверька забрали с пушной фермы прямо перед началом забоя, пока Шеми живет в квартире Михаила Трейстера и снова учится доверять людям. Но совсем скоро переберется в свой новый дом, который, как надеются сотрудники зоопарка, откроет свои двери в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова